Куда вы в последующей неделе нож? Ну, выкинула я его. Допрос с пристрастием для этой молодой девушки – привычное дело. За свою относительно недолгую карьеру Кристина Романова выбила признание у сотен преступников. А ведь еще в юности эта хрупкая девушка мечтала стать стюардессой. У меня отец сам летчик, военный, поэтому, глядя на него, я всегда восхищалась о том, сколько у него погоны, сколько у него звездочек, и меня как-то это все задевало, и я хотела быть таким же, как свой папа. С небом не задалось, но заветные звезды на плечах появились и не одна, а четыре. Свою карьеру Кристина начинала обычным следователем в селе. Раскрывала самые зверские преступления и благодаря своему необычному подходу к делу дослужилась до капитана. Надо рассмотреть позицию преступника, подозреваемого, насколько он кается. То есть каждую деталь, не просто мы должны работать ради потерпевших, мы должны разбираться, более быть четкими. Я считаю, это очень большое искусство, которое не просто должен следователь выполнять, а с творчеством к этому подходить. Банников, продемонстрируйте, куда вы выбросили нож. Кристину привлекают прежде всего запутанные дела. Однажды, вспоминаю девушка, взялась за расследование полугодовой давности. Назначила ряд сложных экспертиз и доказала вину сотрудника ГИБДД, из-за которого произошло ДТП. Так же детально, так же четко осматривали, как внутренности салона автомобиля, так и наружнее с целью того, чтобы определить, в каких моментах произошло столкновение. Это было так интересно, доказать, что-то определить, что-то нарисовать, как схематично, но это интересно. Кристина видела столько смертей и крови, что простому человеку даже страшно представить. Но девушка научилась отвлекаться. И главные помощники в этом дети – четырехлетний сынок и дочка-первоклассница, которая отлично рисует и мечтает стать художницей. Но ведь и мама мечтала стать стюардессой. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Так как он у нас летчик.